Со временем характеристики каптеоремы привели к так называемой base-архитектуре, то есть некоторым правилам, по которым действует большинство современных нереализационных СБД. Эти правила сформулированы более мягко, чем те характеристики, которые используются в каптеореме. Рассмотрим их чуть подробнее. Basically available означает, что система в случае какого-то сбоя будет по-прежнему работать, то есть в целом сбой на каком-либо из узлов не приводит к отказу всей системы целиком. Soft state означает, что система может находиться в некотором неустойчивом состоянии, но тем не менее она должна пытаться самостоятельно оттуда выбраться и оказаться в некотором устойчивом состоянии. Например, к неустойчивому состоянию можно отнести незавершенные транзакции или в случае, если в наборе из репликации потеряна связь с каким-либо управляющим узлом. Правило eventual consistency говорит о том, что данные, которые мы собираемся изменить, когда-нибудь согласуются на всех серверах. То есть в целом может существовать некоторый момент времени, в который на одних серверах уже применилось обновление, а на других оно еще не применилось. Но это правило говорит о том, что в конечном счете все изменения должны быть применены на всех доступных серверах. В отличие от просто consistency, который мы рассматривали в CAP-теореме, eventual consistency позволяет лучше масштабировать нашу базу данных, поскольку нет необходимости ждать ответов от всех серверов для того, чтобы внести изменения сразу же на всех. То есть это некоторое правило, которое говорит о том, насколько мы можем масштабировать наше решение. Постепенно изменения, возникшие на одном сервере, все-таки доберутся до всех остальных узлов.